Сегодня коллективу прокуратуры Чувашии представили нового руководителя. Его кандидатура была согласована с главой и парламентом республики еще в марте. Но указ о назначении Владимир Путин подписал лишь три месяца спустя. И сегодня Василий Пословский прилетел в Чебоксары, чтобы приступить к обязанностям прокурора Чувашии. До этого он в течение пяти с половиной лет возглавлял прокуратуру Адыгеи. Чебоксарцы уже навели о пословском справке в Майкопе и сегодня сообщили журналистам, что получили от коллег хорошие отзывы. В органах прокуратуры Василий Пословский работает уже 33 года. Коллективу его представлял заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. Для Чувашии человек не чужой. В начале 2000-х он тоже возглавлял республиканскую прокуратуру. Задачи перед ведомством стоят серьезные. Как сказал Зайцев, расслабляться поводов нет. Впереди президентские выборы и количество митингов будет только расти. Самые разные политические силы уже пытаются накалить обстановку. На контроле прокуратуры, переселение людей из аварийного жилья, пресечение незаконного оборота наркотиков и помощь МВД в миграционной сфере. Поток мигрантов увеличился и число преступлений, связанных с ними, тоже. Мы и другие тысячи человек, мы за прошлый год привлекли к уголовной ответственности, это по округу, из так называемых вновь молодых граждан России. Вот представляете, с легкостью получают гражданство, встают на подпреступления, и это не просто какие-то краженки. Там все, что угодно, вплоть до убийств. Почему они стали этими гражданами? Почему не изучили? Почему не остановили? Интернет открывается, вплоть до продажи паспортов граждан России, все спокойно, таксы есть, все установлено. Все это надо видеть, пресекать, выявлять. Пригласит ли он в новую команду своих прежних заместителей и помощников, Василий Пословский говорит, пока не берется. Сначала он собирается проанализировать работу каждого сотрудника Чувашской прокуратуры. По кадрам сейчас не будем особо ничего никак, нужно ознакомиться с составом, который здесь работает. И не только ознакомиться с характеризующими данными, с результатами работы, кто на что способен. Когда я сейчас говорил о том, что нужно проанализировать предварительно каждому коллективу, конечно, я имел в виду и каждому персонально свои данные, результаты работы, свой вклад в укрепление законности на территории республики, каждый должен проанализировать. А мы потом это сделаем при подведении итогов по полугодию. Из прокуратуры Василий Пословский и Сергей Зайцев отправились в Дом правительства в главе республики. И Зайцев продолжал знакомить своего коллегу с особенностями республики. На встрече с Михаилом Игнатьевым говорили о сохранении межнационального мира. Опыт такой работы у Пословского, как бывшего прокурора Кавказской республики, есть. В Адыге живут представители 108 национальностей. Служебную квартиру для нового прокурора нашли. И Василий Пословский уже начал знакомство с республикой. Продолжение следует...